Пытались отпилить, чтобы слить хотя бы воду, но то есть ничего не получилось. Вода уже перемерзла. Отопление отключили в ноябре, грянули морозы, вода в трубах замерзла, они и лопнули. Елена Эльберг 4 года работает управляющей спортивным залом ДК моторостроителей. И такого не припомнит. Говорит, авария случилась в подвале, но устранить ее она не может. Меня не пускают туда, я пыталась подключить. То есть в подвал, непосредственно оттуда, куда поступает тепло. Естественно, попыталась, что я могу нанять бригаду, которые могут устранить неполадку, на что мне было отказано. Так пусто в спортивном зале ДК моторостроителей многие годы никогда не было. Несмотря на несовременное состояние, здесь на месяцы вперед были расписаны тренировки для многих спортивных школ. Динамо, Алтай, Полимер и других. Они гоняли мячи с утра и до вечера, после сюда приходили любители. Но если взрослые дяди играли для души, для спортсменов, эта площадка была рабочей. Просто взяли и выбросили на улицу. А хотя все говорят, все лучшее детям. А тем более в наши зимние условия, и в Барнауле у нас не хватает спортивных залах. И этот зал, можно сказать, потеряли. Вообще это возмутительно, что 300 детей остались, по сути, без спортивного зала зимой. Какое-то время занимались в холодном помещении, потом были вынуждены что-то там искать, решать. И вот у нас, например, сейчас число тренировок сократилось. Потеря даже такого спортивного зала – большая проблема для футбола, особенно в зимнее время, когда вариантов и так немного. И в других залах свободные часы найти трудно, либо детям приходится заниматься в 10 часов вечера. Да и оплата выше, чем здесь. Сейчас управляющая задумывается о том, чтобы провести отдельное отопление и не зависеть от собственника здания. Я подала заявки на отдельное подключение, но это займет очень много времени. При подготовке материала мы связывали с представителем Антона Переверзева. Он является собственником ДК «Моторостроителей». Обещал даже встречаться с нами, но потом почему-то начал тянуть время. Но в телефонном разговоре, хоть и коротком, он отметил, что проблема с отоплением в этом спортивном зале – это не главная. Беда с полом, стенами и потолком. Что будет со зданием, которому еще в этом виде зимовать, пока не ясно. Но мы продолжим следить за развитием этой ситуации. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Александр Андропов. День с толком.